Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И вы слышите выстрелы Святослав Игоревич, который тут... Что, Святик, во что ты играешь? Не нравится, Святик. А по-английски как это? Dying Light. Ой, как смотри, он тебя кусает. А вот, Святослав Игоревич не может оторваться днём от этой игрушки. По ночам он больше играет в Assassin's Creed. Сделай чуть потише, пожалуйста. Ну, а я, следуя по пожеланиям своих подписчиков и комментаторов, зная, что скоро появится Windows 10 и у всех встанет проблема со свободным местом, решил снять небольшой обзор, который будет посвящён тому, каким образом вы можете почистить у меня... У меня. У себя место на диске C. Сделай тише ещё. У себя место на диске C. Потому что, напомню, чтобы установить Windows 10 в режиме обновления, вам понадобится примерно 8 гигабайт места, куда закачается обновление. Потом ему нужно развернуться и пропатчиться. Ну, а у многих возникла проблема, что места нет. Я себе это дело уже проделал. Вот вы видите 12 гигабайт из 50 гигабайт свободного места. Просто не спрашивайте, почему так мало места выделено. Раньше там стояла Windows 7, которая потом обновилась до 8, потом до 8.1 и теперь обновится до десятки. И когда я это делал года 4 или 5 назад, да, то 50 гигабайт ещё было достаточно свободным местом. Я не буду рассказывать про то, как чистить темповые файлы и тому подобное. Я думаю, вы знаете, как это сделать ручками. Я расскажу про то, как почистить системные файлы. Итак, первая процедура очистки системных файлов очень проста. Вы заходите в свойства диска, в данном случае диска C. Говорите, что вы хотите выполнить диск линап. Он калькулирует свободное место на диске, которое можно почистить, вернее занято. В данном случае он предлагает удалить временные файлы интернета. Он предлагает удалить сабнейл, то есть вот эти вот иконки. Он предлагает удалить ненужные темповые файлы, чтобы вы их не чистили ручками. Ну а если вы перейдёте в режим системных файлов, он проверит ещё лишние файлы именно системы. Вот как вы видите, файлы ошибок, файлы обновлений, которые не нужны и тому подобное. Всё это вы сможете сделать. Дождитесь в зависимости от скорости вашего компьютера и скорости работы вашего диска. Может занимать разное время. В данном случае, обратите внимание, Windows Update Cleanup. Это та процедура, о которой мы будем дальше говорить. Сейчас он сопоставляет нужные обновления с ненужными обновлениями. Обновлениями, которые устарели и тому подобное. Я сейчас про них как раз и расскажу. Пока он это делает, вам понадобится также ещё одна статья для лучшего понимания, скажем так, материала. Это то, что называется Cleanup WinSXS Folder. Что такое WinSXS Folder? Это папочка, находящаяся на диске C в каталоге Windows, ну или там, где у вас системный диск. Если проскролить вниз, вы её здесь найдёте прямо в каталоге Windows. И попытка, скажем так, узнать её место покажет около... У меня 6 гигабайт, я думаю. Я его просто недавно чистил. 6, 21 гигабайт. Что находится в нём? В нём находятся различные файлы обновлений. Причём это могут быть обновления текущие, это могут быть обновления предыдущие и так далее. То есть вот такое вот наслоение обновлений. Зачем? Для того, чтобы, например, если вы хотите откатиться назад от какого-то сервис пака, предыдущие обновления остаются. Если вы хотите что-то в системе добавить, например, какой-то сервис, снести сервис или потом опять переустановить, обновления к этому сервису остаются. Соответственно, когда вы запускаете диск Cleanup, он сейчас как раз и сопоставляет вот эти вот действия. Кроме того, вы можете чистить WinSXS фолдер несколькими другими путями. То есть фактически вот сейчас диск Cleanup, проверив соответствие файла, выполнит то же, что делает скрипт, который запускается в Windows системе регулярно в случае, если система простаивает. То есть вы оставили компьютер, скажем так, работать на ночь. Он увидел, что он находится в состоянии покоя, чего с моим компьютером практически не бывает. И запускает соответствующую процедуру сервисинга, которая находится в шедулере, как это по-русски, расписании задач. Вот он. Этот процесс находится в Microsoft и дальше у нас Windows. Ух, как его много. Сервисинг. И здесь можно найти, вот видите, иди сюда, Start Component Cleanup. Вот этот вот процесс очищает, выполняет то же, что бы сделала вот сейчас очистка диска C по мере необходимости. Если вы вдруг хотите выполнить, чтобы он запускался не только в этой процедуре, увы, этого сделать нельзя, потому что это системная, как вы видите, процедура, поменять ее проблематично. Но опять же, запустив просто диск Cleanup, перейдя в системные настройки, вы сможете это почистить. Например, в данном случае он говорит, что 43 мегабайта обновлений в каталоге WinSXS устарели. Ну и кроме всего остальные файлики, как вы видите, там сообщения об ошибках, ненужные файлы с базами данных антивирусов, все те же временные файлы. Все это мне не нужно, я могу смело нажать кнопочку OK, система почистит. Кроме того, заметьте, вот эта операция, операция, которая выполняется через диск Cleanup, чистит только совсем ненужные, помеченные к удалению файлы. Здесь же, обратите внимание, есть еще несколько команд, которые выполняются из командной строки, а именно команды, которые позволяют вам пройти, ну вот эта команда выполняет то же, что и скрипт. Следующая команда, Reset Database, выполняет операцию, которая удаляет все помеченные к удалению обновления, старые обновления, то есть есть обновления, которые надо удалить, есть обновления, которые помечены к удалению, но еще не удалены. Вот непосредственно, если хотите сейчас их удалить, вы их можете удалить. И самая главная команда, это, обратите внимание, Dism Online Cleanup Image SP Suspended. Если вы не планируете откатывать обновления, откатывать сервис паки и тому подобное, значит, вы можете почистить намного больше места путем выполнения именно этой командочки. То есть помните, после выполнения вот этой команды откатить сервис пак уже не получится, откатить какие-то обновления уже не получится, потому что все предыдущие обновления, которые закрыл сервис пак, уже будут не нужны, отсутствовать в системе. Соответственно, удалив сервис пак, вы как бы систему оставите голой с нуля. Ну, а на самом деле сервис пак просто скажет, что идите-ка в сад. Как выполнить эту команду? Очень просто. Мы нажимаем правую кнопочку на значке Windows, на иконке Windows, запускаем командную строку от права администратора и вставляем туда скопированную команду. Соответственно, как вы видите, у меня все почищено, у меня все хорошо, и никаких резервных копий установленных сервис паков и так далее нет. То есть вот эти три команды еще раз. Первая команда выполняет то же, что и диск линап, и то же, что этот сервис. А вторая команда чистит помеченные к удалению компоненты, обновления компонентов. А третья команда чистит все, что касается сервис паков и всех бэкапных компонентов. Ну и, как вы видите, диск линап, который мы начали, он туда же. Еще раз напомню, что у диск линапа две опции. Первая – это юзерские файлы, например, временные файлы интернета и тому подобное. И есть кнопочка «Системный клинап». Это как раз Windows Update, это как раз какие-то другие системные файлы, те же файлы, где собираются ошибки и тому подобное. Пожалуйста, чистите. Это очень полезная процедура. Вы сможете, особенно если у вас там еще и сервис паки, почистить 2-3 гигабайта места. Но при этом, я еще раз хочу напомнить, ни каким образом, ни под каким соусом, не надо удалять каталог WinSXS или его содержимое ручечками. Для этого есть вот три основные процедуры. И будет вам счастье, ну, в небольшом количестве, по крайней мере. Мне это помогло очистить примерно 2 гигабайта свободного места, что тоже абсолютно неплохо. Но есть еще один каталог в Windows, в каталоге Windows, в папке Windows, на который следует обратить внимание. Я сразу вам хочу сказать, что включите, пожалуйста, режим отображения скрытых файлов. Как вы видите, вот есть «Hidden Files». Кто не знает, можно это сделать еще через настройки «Опция». То есть, если вы в окне Explorer с Home переключитесь во View, во View выберите «Опции», здесь выберите режим View и поставите «Показывать скрытые файлы» и снимите флажок с опции «Скрывать защищенные операционные системы файлики», то вы найдете в каталоге Windows папочку, которая будет называться «Installer». Скорее всего, эта папочка у вас будет занимать от 5-6 до 10-15 гигабайт свободного места. Моя папочка занимает 7,4 гигабайта свободного места, ненужного места, скажем так. Но она у меня странная. Не удивляйтесь, если вы увидите просто скрытую папку, а не линк. В чем прикол? Прикол состоит в том, что каталог «Installer» – это список и пакеты всех устанавливаемых вами приложений, компонентов и тому подобное. Вот можно, кстати, посмотреть, с какого года оно тут все устанавливалось. И когда вы удаляете приложение, устанавливаете приложение, устанавливаете какие-то компоненты в Windows и тому подобное, это все складывается в вот эту «Installer». Вот 2012 год, видите, у меня здесь. 2011 год у меня здесь есть. Ну, вот можно посмотреть. Но 2005, ну, не знаю, вряд ли я не так обновлял. Но вот, по правде говоря, 2011 год верю, что это 2011 года папочка, 2010 года. Вот точная дата установки операционной системы, патч-кэш. 17.10.2010. Очень похожая циферка. Это месяц, ну, примерно день, когда я купил себе новый сервак. Так вот, опять же, здесь находятся все компоненты, все файлики инсталляции MSP, MSI, которые нужны для того, чтобы приложения корректно сносились, корректно устанавливались и тому подобное. Часто приложения за собой что-то не подчищают, часто сохраняют кучу лишней информации и тому подобное. Поэтому здесь и собралось 8 гигабайт. Ну, еще раз хочу сказать, все зависит от вашей жадности и времени жизни вашей системы. Чаще переставляете этот каталог меньше. Часто устанавливаете что-то и потом сносите, этот каталог раздувается. Чистить его можно двумя способами. Первый способ – перестановка системы, установки только нужного. Второй способ – есть в интернете скрипты, которые проходятся по каталогу Windows Installer и показывают вам те файлики, которые действительно зарегистрированы сейчас в системе. То есть, фактически, ну, я такой скрипт запускал, у меня примерно из 600 файлов и каталогов, которые здесь, система находит около 200 файлов, что они действительно связаны с какими-то компонентами внутри Windows. Все остальные файлы, скорее всего, уже не нужны. Приложение удалили за собой, не почистили. Но рисковать, ну, и на самом деле, просто впадлу 200, вот эти из 600 200 по цифркам выбирать. Представьте, какой это титанический труд. Кто захочет, найдет скрипт, кто захочет, модифицирует этот скрипт под то, чтобы… Есть по-варшеловский, есть CMD-шный, под то, чтобы… или Ява-скриптовый, да, под то, чтобы автоматически это все удалялось. Есть другой простой способ. Другой простой способ, как вы видите, это перенос каталога Installer куда-то в какое-то другое место системы. В данном случае у меня диск C – это основной диск, а диск F – это, как вы видите, локальный storage, который я использую примерно для этих же целей. То есть я взял папочку Installer, которая находится у меня в каталоге C-Windows, скопировал целиком в папочку восклицательный знак Windows Installer и потом создал то, что называется link, да, залинковал папку, находящуюся на другом диске с папкой у себя в системе. Это не повредит работе. Система считает эту папку Installer такой же, как есть. То есть что нужно сделать? Опять же, взяли какую-то… ну, давайте покажем на примере… там, не знаю. Давайте создадим папочку лох… сколько она хочет, чтобы недолго копировать… о, 76 мега. Давайте создадим на всякий случай папочку лох… лох… нет, лох в хорошем… в хорошем смысле этого слова. Лена… Лена… Вот. Давайте создадим папочку лох1, как пример. То есть вы будете это все делать с папочкой Installer. Что нужно? Я сейчас захожу, создаю якобы новую папочку Installer на другом диске, после чего запускаю командную строку с правами администратора, пишу команду, которая называется Robocopy. Указываю у этого Robocopy, что я хочу скопировать с папочки Windows, с папочки LOX1, на диск F, в папочку F… F… в папочку LOX1… все правильно… Да, все правильно… в папочку LOX1, с ключами E, Z, V… это… последний ключ нужен только для того, чтобы… вы видели процесс исполнения, чтобы не пугались… вы видели процесс исполнения, чтобы не пугались… а все… папочки скопированы… было там 13 файлов… все как положено… все перенеслось… проверяем… Properties… 33 файла… циферки похожи… ой… это тот же… и… заходим на LOX1… 33 файла… циферки… циферки такие же… то есть у нас все хорошо… у нас все… у нас главное вот этот сайз… сайз на диске может различаться, если у вас разные размеры кластера… у нас все хорошо… да… теперь… мы каталог Инсталлер… можем смело удалить… с… каталога Windows… да… ну… в данном случае я пока удаляю LOX1… не пугайтесь… все хорошо… делайте просто это быстро… и убедитесь в том… что… никто… ничего… у вас… не… устанавливает… в текущий момент… или не сносится… далее нам нужна командочка… которая называется… mk-link… мы указываем… что мы хотим создать директорию… что эта директория будет… d… Windows… ну… в данном случае… Инсталлер… правильно напишите… у меня здесь будет LOX1… которая… в свою очередь… будет ссылаться на новое место… того… где лежит… у вас… каталог Инсталлер… его содержимое… на новом диске… ммм… ой… извиняюсь… наоборот… все… линк создан… и обратите внимание… каталог LOX… ссылается… и вроде бы… как бы правильно… система будет видеть… этот каталог LOX… или каталог Инсталлер… в реальности… это будет линк… смотрящий… на… другой диски… находящийся… в нем… в нем… другую папку… с… необходимым… содержимым… то есть… имя папки… на конечном диске… может быть… другое… главное… чтобы… вы назвали… папку… здесь… также… инсталлер… таким образом… вы чистите… себе… еще… 2… 4… 8… гигабайт… папочки… типа… music… pictures… также… могут быть… перенесены… поскольку… у них есть… опция… location… который… позволяет… переуказать… местоположение… например… у меня… папочка… та же… downloads… как раз… и… представляет… из себя… такую же… ссылку… на… сторож… на диск… ф… где она лежит… отдельно… то есть… и… для меня это… download… такой же… линк… так что… пользуйтесь… еще раз напомню… что… для чистки… дисков… вы можете пойти… несколькими путями… первый… и самый простой… путь… у меня уже 13… а… мы же почистили слегка… первый… самый простой… путь… это… использовать… диск… линап… и… кроме… очистки… диск… линап… пользовательских… файлов… вы еще можете… почистить… системные… файлы… которые… содержат себе… в том числе… и обновление… Windows… папку… вин… SXS… подробнее о… папке… вин… SXS… вы сможете… почитать… в специальной статье… вот… ее… адрес… ну… увидите… притормозите… либо… просто… поищите… технет… clean up… the вин… SXS… фолдер… хочу сразу сказать… вот это… единственная… правильная информация… как чистить… другие… разговоры… про то… как чистить… Win… SXS… фолдер… не стоит… читать… и слушать… не верьте… то есть… остальные… не supported… configuration… как говорится… поэтому… либо… вы чистите… либо… либо… вы… запускаете… соответственно… командочку… дисм… с… командной строки… с правами… администратора… выполняем… пошаговые инструкции… хочу сразу сказать… вот это… очищает команда… все… бэкапы… которые создают… сервис паки… это… вычищает… все… ненужные… сейчас… обновления… которые… ускорели… место… в Windows… является… каталог… инсталлер… находящийся… в папочке… Windows… чтобы его увидеть… включите… скрытые файлы… и… его можно… убрать… путем… переноса… на другой диск… создав там… папочку… и… скопировав… его… при помощи… утилита… робокопи… это очень важная утилита… и… соответственно… вы видели… правильную… последовательность… и… правильно… написанную… команду… после чего… используя… команду… mkdir… вы можете… создать… линк… в каталоге… Windows… таким же названием… инсталлер… ссылающийся… на… содержимое… вашего… я думаю… вам поможет… все это дело… вы сможете… легко… и быстренько… почистить… свои… диски… для того… чтобы установить туда… десятку… либо… просто… очистить… лишнее место… занимаемое… так что… вперед… дерзайте… смотрите… внимательно… надеюсь… у вас все получится… ну… и напомню… что с вами был я… Игорь Шестидко… если вам видео… это понравилось… ставьте лайки… если вы нашли его полезным… не только для себя… но и для окружающих… не забудьте… расшарить… это все… в социальных сетях… либо у себя… там где-то… на блогах… по почте… и тому подобное… подсказывать… друзьями… коллегам… ну и конечно же… подписывайтесь… на мой канал… пишите комментарии… задавайте вопросы… постараюсь… ответить… напомню… что у меня… в… описании к видео… в аннотации к видео… есть… линки… на другие мои… технические… видео… и обзоры… различных… гаджетов… и просто… про мои поездки… по миру… так что… смотрите… про Windows 10… тоже… подписывайтесь… удачи всем… пока…